Это была неделя повышения ставок, причем сразу в нескольких направлениях. Украинские антикоррупционные органы впервые взялись за топ чиновника, главу фискальной службы Романа Насирова. Он, в свою очередь, защищается настолько отчаянно, что в деле уже 9 адвокатов, а на кону даже будущее знаменитой Феофании, специальной больницы для самых высокопоставленных персон. МВФ таки дожал переговорщиков от Украины, и уже через несколько недель страна получит очередной транш на миллиард долларов. Но одновременно с этим до сих пор неизвестно, на каких условиях украинские чиновники подпишут обновленный меморандум, и что уже это весной придется голосовать депутатам. Ну и блокада, она расширяется, и организаторы заявляют о своей готовности перекрыть железную дорогу еще и в других областях, лишь бы никакой торговли с Россией не было. Об этом и многом другом будем говорить сегодня. Начнем же с тех людей, против которых объединяется все государство. В Кабмине из-за них подсчитывают возможные убытки на миллиарды долларов. Энергетики ожидают веерное отключение и работают в режиме чрезвычайной ситуации. Ну а металлурги готовятся к сокращению десятков тысяч рабочих мест. Руслан Смещук побывал на месте событий. Армейские шатры возле автомобильных и железных дорог. Это блокпосты или, как их называют, редуты. Они расположены на основных транспортных артериях, по которым и осуществляется товарообмен с неподконтрольными Украине районами Донбасса. Блокада продолжается уже больше месяца. Но эта неделя стала одной из самых напряженных. Противостояния возникали сразу на нескольких редутах. В Бахмуте группа людей попыталась разблокировать железнодорожные пути. Блокада – это ноль. Это нельзя делать. Это помощь России. Но Артем Москва еще может месяц потерпит, а другие предприятия крупные будут закрываться. Если делают бизнес на крови, я преподаватель, приехал из города Сумы. Мне скрывать нечего. Я два года отвоевал. Понимаете? И сюда приехал, взял счет. Я в вагоне был. Я тренер попал. За сверху, он взял счет. И приехал сюда. Не за гроши. За свои гроши приехал. И мы тут за правду. Будем не пропускать никакого угля, никакого железа. Чтобы бизнеса не было с окупованными территориями. Участники блокады назвали стычку с планированной провокацией. Их оппоненты уверяют в обратном. Местные власти решили собрать против нас группу людей. Бабушки, как видите. Я обращаю ваше внимание, что бабушки в первых рядах. А вон интересные молодые люди ждут сзади чисто. И там снизу еще группа людей, которые высадились. Ну, это провокация. Кому это выгодно? Ни нам, ни им не выгодно. А Украина теряет. Они так говорят. Если это себе правда. Если так, то получается так. Миллиард чем-то идет доход в Украину. С временно оккупированных территорий. Горячее было в кривом торце. Тут группа мужчин с палками напала на железнодорожный редут. В ход пошла даже бензопила и охотничье ружье. Правда, в качестве меры устрашения. В результате столкновений несколько человек травмированы, десятки задержаны. На месте были задержаны порядка 37 людей, различно разного возраста, от 20 и до 40. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению их личности. Хотя факт задержания сами участники блокады отрицают. А еще говорят, что правоохранители постоянно за ними следят. И даже показывают автомобиль, из которого якобы ведут наблюдения. А это один из самых дальних блокпостов торговой блокады под Лисичанском в Луганской области. В поселок Горское редут торговой блокады на железной дороге. Отсюда до позиции боевиков около 5 километров. То есть достаточно близко. И на этой неделе противник даже обстрелял мобильный блокпост блокирующих. Ну тут, я не знаю, 200-300 метров. Редут Рошен стоял автомобильный, редут по блокированию дороги. Ну был обстрел. Что случилось с автомобильной блокадой? Просто сняли, чтобы не подбирать жизни тех, кто блокирует опасности. Уже через пару дней неподалеку от этого редута был найден арсенал взрывчатки и патронов. Граната в боевом взводе. Все, я ей обезвреживаю. Хранится оно должно так. А ящик свеженький, да? Ну конечно. Русиная дымовая граната, беолого дыма. В штабе блокады заявили, это попытка таким образом освободить железную дорогу, на которой уже несколько дней стоит поезд, готовый к отправке. Даные вещи были найдены биле редута. И они не есть нашими вещами. Мы считаем, что это провокация. Потому что это не впервые подобные вещи происходят. Блокада разрастается. На уходящей неделе появилось несколько новых редутов. Один автомобильный под Волновахой. Еще один железнодорожный в Конотопе Сумской области. Руслан Смещук, Олег Решетняк, Даниэль Косаковский, Иван Матриченко, Евгений Малярчук и Антон Чиженко. Подробности недели в телеканал Интер. Руслан Смещук, Олег Решетняк, Даниэль Косаковский, Иван Матриченко.